Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Которые охвачены практически все территориальные комиссии республики. Центр общественного наблюдения реализует следующие задачи. Это консолидация в режиме реального времени актуальной поступающей информации и данных об имеющихся нарушениях избирательного законодательства. Организация просмотров видеотрансляции в случае поступления информации о возможности нарушения требований. И, конечно, третье – это мониторинг обстановки на участках. И четвертое – это оперативное реагирование на выявленные нарушения избирательного законодательства. Я надеюсь, что мы с вами проведем эти все три дня и три ночи в активной работе. График работы вы получили. Каждый из вас знает, чем он будет заниматься, свои функциональные обязанности. Но на открытии нашего центра общественного наблюдения нам очень радостно, что присутствуют также представители политических партий. Информация о кандидатах и партиях, кабины для голосования, урны для бюллетеней, списки избирателей – все ли готово к выборам президента России и какой ожидают явку? Сегодня об этом рассказали на участковой избирательной комиссии номер 14 «Черкеска». Альбина Ламкова убедилась в наличии всего необходимого для голосования. Мы оформляем стенд информационный, который каждый проходящий на выборы мог бы ознакомиться. Шестая школа «Черкеска» стала одним из избирательных участков города. В период подготовки к выборам уроки сократили, чтобы была возможность уделить внимание об устройству помещения. Украсить, подготовить бюллетени и оформить информационный стенд. Необходимое технологическое оборудование уже установлено. Здесь будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Важным аспектом проведения выборов является обучение организаторов выборов. На территории Черкеска проводилось обучение операторов КАИ. Подготовку прошли 24 человека. По итогам обучения им всем выданы удостоверения. Всего на территории города Черкеска будут применяться на 12 избирательных участков комплекса обработки избирательных бюллетеней. Сегодня в 9 утра была всероссийская тренировка. Провели сначала тест, потом тренировку и о результатах отчитались в территориальной комиссии. Всё прошло успешно, всё прекрасно считает, работает. Всё, мы их сейчас выключили, поставили на зарядку. КАИ представляет собой электронный ящик для голосования со сканером. За одну операцию он принимает один бюллетень, который и распознаёт машина. По дням предполагаемой активности члены избирательных участковых комиссий дают свои прогнозы. По старинке обычно все люди хотят прийти голосовать в воскресенье, то есть 17 марта. Будет более активность и мы думаем, что придёт большее количество людей. Участковая избирательная комиссия номер 14 готова принять 1126 человек. Подсчёт голосов будет проводиться в автоматизированном режиме, что обеспечит быструю и точную обработку данных. Для проведения честных и прозрачных выборов на данном участке выполнены все условия. Проголосовать можно уже завтра. Двери участка откроются 8.00. Альбина Ламкова, Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Выборы президента России важнейшие для страны события. В Карачаево-Черкесии на участках для голосования постарались создать комфортные условия для всех категорий населения. Сегодня наш корреспондент Артур Мхце посетил в Черкесске участок, куда в дни выборов придут люди с инвалидностью по зрению. Жительница региональной столицы Валентина Петровна – частый посетитель этой специализированной библиотеки. Но сегодня особый случай. Людям с инвалидностью по зрению должны рассказать о созданных для голосования на выборах президента России условиях. Тем более, что многие из читателей этого учреждения непременно придут на избирательный участок. Я приду с сопровождающим, потому что я не владею чтением Брайля. Но вы придете непременно. Почему? Непременно приду, потому что это наш гражданский долг. Болею за свою страну, за свою Россию. Впрочем, на встречу с представителем участковой избирательной комиссии пришли и те, кто в совершенстве владеет чтением по системе Брайля. Им детально рассказали о процедуре голосования. У нас тайное голосование. Вы пройдете в специально отведенное место кабинку. В кабинке вас будет ждать вот такой трафарет. На трафарете, значит, на первом листе у нас идет, написано все, написано шрифтом Брайля. То есть рельефно-точечный шрифт. Информация на трафарете идентична той, что значится в бюллетене. Избирательный бюллетень для голосования на выборах президента Российской Федерации 17 марта 2024 года. А тем временем сам избирательный участок в здании регионального отделения Всероссийского общества слепых готов к приему людей. На стендах представлена информация о кандидатах и процедуре голосования. Тех же, кто придет на участок в первый раз, либо с детьми, а также горожан от 80 лет, ожидают приятные сюрпризы. Артур Мухце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0,5. В горах до 5 градусов мороза, а днем до 13 тепла. И местами 1,6 со знаком плюс. Черкесский небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи 0,2, а днем 9-11 градусов тепла. Сегодня Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой посидел председатель Госдумы России по делам национальностей Валерий Газаев. Депутат Госдумы, в прошлом известный тренер сборной России по футболу Валерий Газаев, осмотрел стадион «Нарт» в Черкесске. Его сопровождали спикер парламента Александр Иванов, члены правительства, депутаты и другие. Валерий Газаев высоко оценил спортивный комплекс, отметив, что у нашей футбольной команды есть все условия для совершенствования профессиональных навыков спортсменов. На месте обсудили спортивные достижения региона, его потенциал и направление, по которым необходимо усилить работу для достижения еще больших успехов. В частности, речь о будущем футбольной команды «Нарт», которая добилась успеха и выступает в следующем сезоне уже во второй лиге России. Блестящие условия, не многие команды. Например, Красноярск, который играет в первой лиге, Красноярск, который играет в первой лиге, он вообще играет в зале, в манеже. Такая огромная территория и не могут построить стадион. А вот посмотрите, прекрасный стадион, 10 тысяч зрителей, отличные условия. Поэтому желаю, чтобы команда Черкесска прогрессировала. После отраспортивных объектов Валерий Газаев встретился со спортивной общественностью Республики. Проходила встреча в формате «Вопрос-ответ». Интересовало ее участников мнение Валерия Газаева относительно спортивного потенциала Карачева-Черкесии. Его отношение к изоляции российских спортсменов от крупных международных турниров. Валерий Газаев пожелал спортсменам достичь больших профессиональных высот. Несмотря на то, что весь российский спорт на сегодняшний день находится в изоляции, страна не может проводить крупных международных соревнований, также лишена права участия в Олимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы. Но Международный Олимпийский комитет готов допускать российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе. Без символов нашей страны. И отметил, что спортсмены сами решают, в каком статусе им ехать на соревнования. В нейтральном или статусе великой державы. «Я считаю, что Россия, такая великая спортивная держава, должна на все крупные международные соревнования ездить в статусе великой, большой спортивной державы, потому что внесла огромный вклад в историю мирового спорта по всех отношениях. Одно то, что в нашей стране проводились Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, универсиады летние и зимние, много турниров проводится по теннису и по всем видам спорта. Конечно, она заслуживает, и она всегда была в авангарде, и российский спорт всегда находился, и был конкурентоспособен по всем видам спорта». Сегодня отмечается Международный день рек. Каждая из рек России имеет свое значение. Они разные. Длинные, короткие, большие, маленькие, холодные и теплые. Они не только объединяют страну экономично, культурно, но и дают возможность для совместного развития, открывают новые дороги и возможности. Во многом именно они делают нас единым народом. И еще они невероятно красивые. Каждая по-своему к этой важной дате региональные филиалы ВГТРК запустили всероссийский телемарафон «Истоки», который позволит вам отправиться в незабываемое путешествие по рекам нашей страны. Присоединяйтесь вместе на медиаплатформе «Смотрим». А в кинотеатрах страны сегодня в большой прокат вышел художественный фильм режиссера Ильи Казанкова «Позывной пассажир». Картина создана при поддержке Фонда кино в партнерстве с телеканалом «Россия». В картине рассказывается о начале боевых действий в Донбассе. В основу сюжета лег роман Александра Проханова «Убийство городов». События разворачиваются в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнает от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта эмиссия навсегда изменит его жизнь. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Анамедиум». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин